В данном сегменте мы обсудим основные способы использования указателя Начнем мы с обсуждения способов передачи массива в функцию На прошлом сегменте мы рассмотрели один из таких способов Это передача массива по указателю на начало и размер В данном случае, для примера, давайте рассмотрим функцию поиска элемента в массиве Внутри этой функции мы пробегаемся по всему массиву Индексируем элементы по индексу и проверяем каждый элемент на равенство искомому То есть есть некоторые value, которые также передаются в эту функцию, которые мы ищем в массиве Если мы его находим, то есть для какого-то и выполняется равенство элемента массива соответствующему значению Мы возвращаем истину, в противном случае возвращается false Данную функцию можно переписать немножко в другом стиле Это представлено ниже В данном случае функция делает то же самое Единственное отличие заключается в том, что мы принимаем массив не по указателю на начало и размеру А по двум указателям Первый указатель указывает на начало массива А второй указывает на элемент, следующий за последним элементом массива Как представлено внизу на картинке То есть если бы у нас в массиве было, например, 10 элементов То P указывал бы на начало массива А Q указывал бы на элемент, который следующий за концом массива То есть в принципе этого элемента массива может не быть Но тем не менее указатель на него мы получить можем То есть мы можем просто прибавить к адресу начало массива Размер массива И тогда мы получим элемент следующий за последним Соответственно, внутри этой функции мы точно так же пробегаемся по массиву И проверяем каждый элемент на равенство искомому значению Но делаем это уже не по индексу, а просто перемещаясь указателем от элемента к элементу У второго представления есть два преимущества Одно из них идеологическое Дело в том, что с похожим синтаксисом работают алгоритмы в стандартной библиотеке C++ Но в данный момент мы этого еще не обсуждали Поэтому я укажу второе преимущество Оно в скорости Дело в том, что если мы посмотрим, каким образом происходит проверка условий в первом случае То здесь, кроме непосредственной проверки условия То есть непосредственно оператора проверки на равенство Здесь еще выполняется арифметическая операция Арифметическая операция спрятана в синтаксисе обращения по индексу Как я упоминал на предыдущем сегменте Запись m от i соответствует следующей арифметической операции Мы берем указатель, прибавляем к нему i и разуменовываем То есть на каждой проверке элемента на равенство Мы делаем еще некоторое сложение В втором случае это сложение не нужно Просто потому что, когда мы здесь сравниваем p на равенство value То вот это значение указателя p, оно, собственно, соответствует Значению указателя m плюс i В первом способе передачи массива функции Поэтому второй способ передачи массива функции может работать эффективнее Важно отметить, почему мы передаем в функцию два указателя Один из которых указывает на элемент, следующий за концом массива Почему, например, не передаем в качестве q указатель на последний элемент массива Дело в том, что если бы мы поступали так и передавали указатель на первый и на последний То не было бы способа передать пустой массив Казалось бы, зачем передавать пустой массив Но оказывается, что в реализации алгоритмов это бывает удобно Нам не нужно будет проверять, что массив пустой Например, вот этот код отработает правильно В том числе, в том случае, если мы передадим сюда пустой массив То есть если p будет равняться q, тогда данный цикл не выполнится И мы сразу же вернем значение q, что соответствует семантике данной функции То есть если мы передали пустой массив, то никакого элемента мы там не найдем Поэтому используется именно синтаксис, в котором второй указатель указывает на элемент, следующий за последним Продолжение следует... Продолжение следует...